Сегодня перед зданием Свердловского областного суда в Екатеринбурге уже не в первый раз в этом году появились одиночные пикетчики, требовавшие справедливого решения, то есть с их точки зрения оправдательного приговора по делу от четырех полицейских из Каменско-Уральского во главе с полковником, начальником отдела, приговоренных к реальному лишению свободы за превышение должностных полномочий. Мы об этой истории лета 2018-го рассказывали не раз и не два, минут по десять всякий раз. Напомним вкратце, что тогда шум поднялся через депутата и правозащитника аж до главы Следственного комитета Бастрыкина, взявшего дело под личный контроль, когда, выдержав паузу два месяца, 17-летний юнош и 15-летняя дева пожаловали, что их то ли три, то ли четыре дня, незаметно для родителей, пытали, били, на психику давили и даже в лес возили могилы рыть. Три оперативника, ныне не существующего 24-го отдела полиции, с той целью, чтобы они признались в краже телефона и банковской карточке, в которой признался их третий товарищ. Кроме их собственных слов и рассказа о подзатыльнике, который начальнику отдела полиции, полковнику, прошедшему шесть командировок в горячей точке и отдавшему 33 года службе, стоил увольнение, а потом четырех лет лишения свободы, в деле, как считает сторона их защиты, просто ничего нет. И может быть там чего-то не совсем ласково разговаривали с этими подростками, ну и вы знаете, кто такие эти подростки, поэтому, может быть, там с ними не очень ласково и обходились, могу с этим согласиться. Но такой жестокий приговор. Взяточникам, блин, дают условно, гуляйте. А здесь там, ну, если даже и подзатыльник какой-то получил там этот мальчуган, и за это поломали жизнь четверым сотрудникам, заслуженным, что говорит о полковнике Андрееве. Заслуженный человек, он здоровье все оставил на работе и на тебе. За это время, кстати, тот самый бывший 17-летний мальчик-колокольчик, состоявший на учете как наркоман и 13 раз привлекавшийся по 18 уголовным статьям, уже успел сесть в 47-ю исправительную колонию за грабеж и даже освободиться. То есть речь не о том, что полицейские, дескать, учинили дикий трэш маменькому сынку. Это конкретный контингент, целенаправленно, как бульдозер, прущий в синюю масть. И ведь после того, как начальнику ОПА дали 4, а трем операм, включая стажера, по 3 года лишения свободы по обвинению, как многие уверены, буквально голословному, как-то поубавилась энтузиазма у полицейских Каминского-Уральского и тех, кто планировал устраиваться туда, и не только в Каменске. Новости-то везде внимательно смотрят и видят, что стоит даже самому прожженному отморозку пожаловаться, нагородить, напридумывать стрекороба, то этих слов хватит, чтобы тебя посадить, хоть ты 33 года отслужил. И ситуация в Каминске, если упрощенно, сейчас такова. Полиция в нокауте, АУЕ правит бал. Завтра в областном суде состоится очередное заседание по жалобе на этот приговор. В общем-то, ну, как бы мы все юристы и все жизни отдали вот этому делу, мы понимаем, что, в общем-то, доказательств прямых никаких нет. Здесь действительно, вот, волей случая на, как скажем, что, ну, на фоне вот каких-то там негативных действий и такой жестокий, не жесткий даже, а жестокий приговор. Мы надеемся, конечно, что суд примет правильное решение и ребята будут оправданы.